но и слав у меня все таки до сих пор вот-вот в башке моей сидит должно быть еще я тебе говорю не 3 еще а 4 а я уже рисовал да я уже нарисовал только это роликом не пустил да я уже нарисовал я добавил я добавил недостающий фрагмент да не давала покоя 4 руки реки на этом на гипербореи я понимал что 4 реки вот этот крест и я понимал что я обозначил только три континента а 4 нету я его нашел я нашел да но я ролик так и не сделал но в эфирах показывал его да конечно а света его не видела слава я хочу сказать что смотрите вот мы точно знаем про три про про три континента то есть наш да потом мы знаем земля санников это подсказка что есть другой континент какой-то да другая сота потом мы также прочитали еще там где вы этот берг где он в общем-то потерпел фиаско от летающих тарелок тарелок и куда ушел гитлер в общем-то понимаете вот мы уже знаем точно что вот эти есть значит еще есть наверное четвертый надо просто поискать и я думаю что слава сейчас что-то выдаст схему хоть схему слав даже да и опять это еще не все и еще тут не хватает чуть-чуть так сейчас покажу что тут не хватает да 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 еще это это тоже не все сейчас просто столько бывает информации то то ли ленюсь то ли не знаю в эфирах осталось навсегда надеюсь ты знаешь слава вот либерия у меня все таки вот вот я не знаю идет с этой страны которая находится на экстремальном носе но вот по официальной карте на африке западная сторона вот это знаешь вот это либерия есть страна я вот думаю вот 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 я не знаю такое впечатление это не только моё то же самое мне высказал и грей грей но дури и грей да так чё я находил кстати старые карты где африка почему-то относительно либерии называлась у меня удивило даже ну вот слава а что это у нас это у нас либерия асгард а сверху справа это что у нас все все смешалось доме обломанных немножко немножко все по-другому вообще мне несколько человек помогло найти четвертый континент это наш военный моряк алексей вот да это просто когда он дал мне дополнительные сведения об аргентине я начал копать дальше потом я я нашел статью и как-то показал и в эфире статью лена зачитала и роман там статья действительно поражало лена помнит когда вот этот мы знаем экспедицию адмирала бёрна когда он с флотилией правился но я нашел документацию когда это было еще до флотилии и там получилось что роман взял высчитал расстояние ну вот почему мне всегда я говорю мне нужны технари мне без них мне будет крайне сложно то есть я так образами все воспринимаю а технари нужны просто математические расчеты делать и он высчитал и получилось что самолет на котором он берн летел здесь даже это это кстати я в одном ролике показал так и осталась эта схема здесь красная полоска и написано куда он летел поэтому вообще получается слева либерия вот это новый веренино вот это вот это на самом деле континент асгард вот это маршрут а вот это я пока ее условно называю аргентина бразилия почему я называю аргентина бразилия это кстати вот это и разгадка почему люди видят аляску на самом деле они видят одну часть так называемой аргентины вот на старых картах которая здесь тоже приведена а мы знаем что идет аргентина а выше аргентины идет бразилия так вот на старой карте вот на этой так и написано оказывается что это бразилия вот здесь сейчас я увеличу да вот вот эта часть то что я по ошибке принял за асгард это на самом деле бразилия здесь написано так на карте написано а вот это сейчас попытаюсь размер уменьшить вот это аргентина вот вот так вот обстоит дело вот уже вот это уже максимально приближена азия либерия асгард аргентина бразилия внизу австралия вот вот потому что метода сбила с толку я сразу пошел на вот эту часть как на асгард но на самом деле вот эта карта мне помогла понять что это не асгард а бразилия и аргентина назовем условно давайте назовем условно перевернутая южная америка вертормашками а северная америка также остается на нашем континенте имеется ввиду канада и соединенные штаты также остается на у нас на континенте никуда она не делась южная опять же сказал мне алексей 24 часа лететь я по я понял по карте если 24 часа действительно лететь я проложил мысль на маршрут думаю ничего себе вот это и пришел к выводу что а еще не он помог тем что сказал что на севере живут пингвины а получается они любят переворачивать все вертормашками так как в африке пингвины не живут естественно пингвины живут там где холодно и получается что нас 16 часов это 24 это с пересадкой а уже прямым из другого там иностранного порта 16 ну да все равно все равно это же все равно долго в любом случае на америке получается до северной быстрее лететь но не знают на этой схеме понятно то есть вот это нос аргентины уходит плавно в гиперборею то есть перевернули вертормашками даже когда он сказал что у них какая-то не сурасица почему у них так аргентина на север идет потом добавил 1 вообще горит с точки зрения вячеслава тогда все становится логично уважаемые слушатели и зрители это небольшое отступление я пересмотрел бегло предыдущие эфиры и нашел именно тот фрагмент где алексей военный моряк говорит то что я сейчас сообщаю в данном ролике то есть данный ролик который вы сейчас смотрите был естественно записан значительно позже а вот этот фрагмент что вы сейчас услышите ну недели ранее может даже и двумя неделями ранее был записан и вошел в эфир и кстати в самой аргентине если прямо вот аргентина аргентина я просто сейчас ходу не найду можно поискать там тоже кверх ногами и сама карта буйнес-ареса на кверх ногами то есть юг севером перед ну наизнанку я говорю там все непривычно нам конечно все так как там север с югом поменены местами официально но если судить по славе то тогда там получается и нет не перепутано ничего то есть значит там все правильно потом добавил одну вообще с точки зрения вячеслава тогда все становится логично но если судить по славе то тогда там получается и нет не перепутано ничего то есть значит там все правильно это он мне прислал карту как в аргентине рисует мир и вот в аргентине рисует мир это не я перевернул это аргентинцы так рисуют мир она носом уходит получается в гиперборею а не в эту да 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 теперь понятно теперь понятно вообще вот так вот да да вот вот видите как она все вырисовывается вот здесь она вот показана то есть то есть южная америка действительно находится от нас это далече но опять еще ключевой момент перемешали карты я так понимаю что часть так называемых короче я сейчас задолбали мне звонить я сейчас выключу этот телефон играться будут звонит на английском языке звонит три часа ночи так что они меня сбивать с панталыку выбили гиперборея в общем смысле эти звонки ну как провокаторы какие-то звонят на телефон еще по-английски что-то там говорит а вот что мне сбили смотрите получается географический часть точнее не графически не так то что вот возьмем условно не принципиально я сейчас просто мысли просто опишу допустим парагвай на карте находится в южной америке а на самом деле он может находиться в африке то есть часть предположительно южно-американских так называемых стран базируется на территории африки а часть так и остаются в аргентине такие как аргентина и бразилия и уругвай а вот с боливии вопрос когда я это сейчас три секунды всем звонят на английском а правильно так вот то есть это вот боливия наверно это приводил пример когда че хевара это было ли 12 назад и там общался с доцентом евгений серафимович я говорю это че хевара погиб в боливии в африке ты плохо слава знаешь географию боливия находится в аргентине в южной америке а теперь получается что в принципе относительно не ошибся тогда получается что боливию это как бы нашел в африке то есть дух в двух словах часть стран базируется на территории африки почему это дело вывод лена рассказывала что не некоторые знакомые вылетали сразу с европы и довольно таки быстро долетали до некоторых так называемых южноамериканских стран вот я не помню с какой страной или на приводила пример вот приблизительно так то есть четыре континента так называемых и вот как раз 4 это скорее всего вот когда нам рассказывают что я схематически покажу помните я говорил что земля была поначалу вообще вся земля это полностью материк один цельный наша сота поэтому скорее всего происходило так вот ячейка так центре находится гора меру и потом уже материк начали начали вот так вот четыре реки как мы помним вот четыре реки в этой гипербореи то есть начали так он был поделен то есть прокопали севера на юг запада на восток и образовали как бы это четыре отдельных континента назовем условно этот континент азия до ария ну к примеру асгард или берия вот и уже потом вот эти четыре континента потихонечку начали подъедать что начали появляться водная гладь да ну есть так называемый даже типа на самом деле говорят это типа кельтский крест все взаимосвязано да слава все взаимосвязано и крест он не зря и вообще вот вот он родимый вот я его получается и да и нарисовал вот как оно было в стародавние времена да да понятно ну а потом да уже подъедали точно точно подъедали эти куски начинали принимать очертания то что мы сейчас видим то есть потихоньку вода заполнялась заполнялась поэтому до 4 получается даже вот скорее всего вырезали вот это есть песня хамо юн там же вообще тоже про это рассказывается я пытался четвертую птицу найти то есть есть птица гамо юн есть алконос а есть серен и вот я пытался четвертую птицу найти то есть если изучать сказки гамо юн то образно рассказывается одна допустим гамо юн это . серен это только . алконос это . но четвертую птицу я пока не нашел думаю найду этом сказки гамо юн просто рассказывается как они полетели в разные земли соте там же вообще сказка гамо юн вообще владимир слава послушать там сотворение мира а там четко по тексту рассказывается яйцо дерево индроссель как говорится все в деталях подробностях я ахнул конечно ну восторг пришел думаю ну вот сотворение мира в деталях как яйцо наше желтком тут зарождалось надо будет делать ролик наверно ли вы в эфирах но в эфирах то я делал ну как бы озвучку той или информации ну я всегда надеюсь знаете уважаемые слушатели и зрители на тех кто будет просто вот там появился добрыня добр где взять много денег ну бери вырезаемые это тезис из моих роликов как говорится без труда не выловишь рыбку из пруда и заливай на канал помимо того вот я подсказываю что я даже так приятно было нашел канал он так и называется луна дала ответ неизвестно какой то добрый человек заливает на свой канал все мои ролики ой зачем благодарна дала ответ по моему да что такое что это что-то таки она видно у него канал не сильно еще известная случайно я даже на него подписался а вот нашел канал канал называется луна дала ответ кто я был просто благодарен этому человеку светлым который спасает всю колоссальную проделанную прачу вот титанический труд заливает на свой канал и это замечательно это очень хорошо чем больше таких каналов будет тем тем лучше и еще можно просто не лениться ну как те код как добрыня добр где денег взять где денег взять берешь добрыня добр добр эфир и вырезаешь где я вот допустим я вот этот ролик возможно не и не выложу никогда а ты добрыня добр взял посмотрел что я только что сообщил и у тебя появляется вообще уникальный именно твой ролик такого ролика нету в ю тубе именно твой будет ролик то есть делать именно ну как выхватывать те или иные моменты